Ребятки, всем привет! Рада вас приветствовать! Боже, я пчёлка в моей ночи, что с неё не так уложила. Помылась я, помыла голову, привела себя в порядок. Счастливая и чистая. Душ муж нагрел, и всё хорошо. В общем, у нас уже вечер-вечерок, не пойду сегодня в огород, не хочу. Хотела сходить с камерой вам поснимать, показать, что там муж выкосил, накосил, перекосил. Вот, ну так выглянула, думаю, что там за голоса со всех сторон соседей, все копошатся, все что-то делают. Приезжали родственники, помогают убирать. Короче, работа кипит полный ход. Думаю, что я там буду с камерой ходить, как не знаю что. В общем, в огород сегодня не пойдём. Знаете, чем хочу заняться? Ребята, прошлое видео вы видели, что я навела порядок, сделала порядок в кухне. Ну, более-менее, имею в виду, помыла полы, там всё чистенько, всё хорошо. Вот, но листья, то и дело, залетают в кухню, так как она у меня открыта. В общем, посмотрите на мой двор, посмотрите, что такое. Я подметала вчера утром, всё завалила листвой. Ребята, почему-то первый опадает этот виноград, хотя вот ещё зелёные висят, но много листьев падает. Здесь не так во дворе, этот виноград ещё зелёный. Вот, кстати, то, что осталось от винограда, то, что мы пораздавали, то, что у нас порвали родственники и знакомые, мы попросили оставить нам вот эту часть. Здесь очень удобно, потому что мы кушаем этот виноград очень удобно тем, что здесь низко и можно, в принципе, дотянуться. Вот такой красивый виноград. Вот, и вот это вот нам оставили, и вот тут вот получился... Вот ещё два холючих, сейчас я к тебе подойду. И вот тут вот бачок получился. Всё, весь вверх полностью, и там тоже всё оборвано. Иду к тебе, иду, мой друг. Вот так. Ой, и та бежит тоже. Что ты за колени его тягаешь? Привет, мой друг, привет. Привет. Да, да. Что? Что же? Да. Мой хороший. Да, мой хороший. Да, мой сладкий. Мамин, мамин. Царапаешь когтём мне ногу. Всё. Раз, два, три. Раз, два, три. Всё. Нет? Не готов? Скажи, мам, не хочу уходить. Вон, подруга пришла. Ай, подруга, ты что ты меня покусываешь? Ай, царапаешь, жук. Всё, вон, играй. Играй с подружкой. Вот, короче, я займусь сейчас вот здесь. Во-первых, надо шланг этот оттащить. Это мы воду набирали. Он как бы нам ещё нужен, но всё равно в другое место убрать надо. Посмотрите, что творится. Это просто какой-то кошмар. Ходить неприятно здесь. Вот. Но сегодня, знаете, такая ветреная погода, поэтому будет проблематично листья мести. Я буду использовать вот этот совок, этот веничек, ну, вообще для дома. Вот. Не буду я им улицу мести. Он не стоит, потому что он кривой. Вот так. Он же наискосок. Вот. А совочек вполне я буду использовать очень удобно. Не надо нагибаться, ребята. Вот. Чем вот этот совок, вот этот вот лучше. Надо сюда для улицы купить. Но этот такой, знаете, хлипкий. Я же купила его, он дешёвый. Хлипкий. Он прям весь такой шатается. Пластик тонкий. Вот. Надо купить прям хороший для улицы вот с такой ручкой. Очень удобно так подметать. Вот этим веником буду. Так. Это мы всё уносим. Сейчас вот вас поставлю, всё лишнее поупираю. А. Ну, прежде я хочу, знаете, что сделать, ребят? Прежде я хочу... Короче, достала я вот этот блендер мой. Ротекс. Который вот с этими насадками. Что-то мыло, оно в пятнах. Ну, да ладно. И вот с насадками. Я его просто держу в пакете. Тут куча-куча всяких ингредиентов. Кстати, вот это вот от старого блендера, который у меня в квартире. Это надо будет на квартиру завести. И вот эта штука от него, она вот так сюда вставляется. Ну, венчик одинарный. На квартиру надо забрать. Вот. А это всё от того блендера. Ну, и плюс сама чаша, там в ней нож, то оно на кухне стоит. Я им пользуюсь. А вот этим я на постоянку не пользуюсь. Погружной блендер вот такой вот, да. Потом здесь есть и одинарная такая штучка, насадка для... Паутинка какая-то прицепилась. Подождите. Что я на руках, наверное, принесла. Какая-то паутинка. Вот. Одинарный вот так вот вставляется сюда. Да? Нет? Нет. Подождите. А что это? Ничего. Это для этого? А что это такое? А, вот она. Подождите. А то, что вот это вот для вот этого венчика. О, вставилась для одинарного. Вот этот вместо миксера использовать, смотрите, двойной венчик. Никогда я им, кстати, не пользуюсь, потому что у меня есть отдельно миксер. Ну, прикольная штука. Раз, наделай, все. А это что? Не поняла. А это для чего? А что? А что сюда вставляется? А что? А, фу. А это пере... Нет. Подождите, а что... Не. А для чего этот переходник? А, не. О, все, вот это вот получается сюда. Я пользовалась один раз этой штукой. И что, она защелкивается как-то? А, да, надо просто дожать до щелчка. Я не могу одной рукой. Это знаете, что такое? Один раз только ей пользоваться. Ребята, это для приготовления картофельного пюре. Так продавливаешь, и картошечка отсюда вылазит. Ну, кстати, классная штука, но мне быстрее и проще руками помять, чем этой. Один раз попользовалась. Ну, классная все равно. Это такой, если сильно большой объем, мять, допустим, ждем гостей, у нас большая кастрюля пюре, то вот эту вот штуку использую. Видите, я даже забыла, что это переходник от нее. Вот, там до щелчка просто надо, я не могу одной рукой. Все, вот этим я постоянно не пользуюсь. В общем, коробка, которая от него, она вся подизносилась, она вся страшненько. Мне нужно найти, я держу это все в пакете, это неудобно. Давайте пойдем в сарайчик. И у меня есть одна коробка на примете, я ее не выбрасывала. Помните, мне не так давно, зрительница, спасибо ей огромное, прислала мне огромную кастрюлю. И она была в красивой большой коробке. Вот, можно эту коробку, хотя она, наверное, сильно большая будет. Но, опять-таки, если весь блендер туда сложить, и чашу, все, и все, то... Так, вот она. Но она такая величиненькая, конечно. Так, куда это поставить? Сюда. Этот на гарантии, теплодуйка это, ветродуйка. Поэтому не выбрасываю. Скороварка тоже на гарантии коробка лежит. Вот эта коробка, она, наверное, сильно большая. Но, опять-таки, на зиму я всю конструкцию сюда положу. И саму чашу блендера, и сам крутящийся, разыключающийся механизм. Поэтому я думаю, что пойдет. Сейчас я немножко протру, потому что припылилась. Вот такая кастлюля классная у меня теперь на хозяйстве. Она у меня в шкафчике стоит, я постоянно в коробку ее не прячу. А ты куда бежишь? Эй, жопка! Жопка! Так, давайте я вас, наверное, сейчас поставлю. Чтобы не таскать. Стойте, не бойтесь. Все хорошо. Так, только ветер, чтобы вы у меня не упали. Не разбили себе головы. Так, я не знаю, там будет меня видно, не будет. Как-то так. А ну-ка, проверьте, кто там. Кто там? Ну-ну-ну. Собачки. Вот, и где-то место для этого на кухне в шкафу, наверное, в нижнем. Все. Вот, и есть же, сейчас покажу, вот такая вот сама чаша от него. Кстати, ребятки, до сих пор действует скидка. На канале есть видео про... Ой, а что это за вода? А что это он с водой стоит? Я не поняла. А что это я так с водой поставила его? Нифига себе, тут вода. Скидка 10% на именно эту фирму, марку Rotex. Есть ссылка. Так, есть ссылка к рецепту, где я морковку на зиму готовлю. Там тоже ссылка есть. И ссылка есть под видео, где я готовлю томатный сок на зиму. Так, и вот такая, если вот с этой вот учесть, что надо поместить, то тогда нормальный будет размер. Я думаю, а ну-ка. Ой, тут тоже грязненько вон. А, сараешь пыльно. Сейчас мы протрем пылючку. Ой, как раз коробочка пригодится. На новенькое, хорошее. Микрофон работает, у меня работает. Так, а, тут у меня эти, упаковочка. И ручки я их не доставала. И вот эти вот зажимочки. Это я куда-то переложу. Уберу, в общем, сейчас куда-нибудь другое место. Так, а если вот с этой штукой, то нормально все помещается. Этот и тут сбоку все вот это. Вот, но пока я еще, возможно, буду пользоваться им. Вот, поэтому не убираю. Так, как мне все компактно сложить? Смотрите. Можно просто их положить, а можно использовать. Вот я подготовила такую коробочку. Я думаю, может быть, их как-то вот так вот поставить. Тут надо очень аккуратно, чтобы не порезаться. Кстати, когда я покупала в магазине, брала я в магазине Фокстрот этот блендер. Вот. И девушка, которая взяла его с витрины, он последний был, и она его запаковывала. И вот здесь вот есть такой нож на одном из... Ну вот, вот, вот такой вот. Как она, ребята, как она порезалась. Боже, кровище было. Это тихий ужас просто. Она запаковывала в коробку, в упаковочке. И как-то берется, и палец только так хряс. Оно как, боже, мне аж погано стало. Да, я теперь очень осторожна от этих вот ножей. Поэтому хочу их вот так вот сложить в коробочку. И она вот так, смотрите, боком прям помещается хорошо. И сюда еще можно что-то, чтобы они не так болтались эти штуки, нужно вот это вот чем-то прижать. О, вот так вот. И они уже не так болтаются. Все. И эту коробочку ставлю сюда. Вот. И отправляю вот эти вот штуки все. Хоп. 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 И вот. Все. Ну а этот не убираю. И к нему, что поняли, вставляется сама вот эта, которая крутит. А потом, когда уже сезон закончится, когда я уже не буду им пользоваться. Кстати, у меня застряла вот эта штука, она выкручивается. Ребята, застряла намертво. Вот тут штучка выкручивается. И я боюсь поломать. Застряла и все, и торчит. Ну, она тут роли не играет как бы. Вот. И когда сезон закончится, я сложу тут по-другому. Сложу уже вот это вот все и в шкафчик до следующего сезона. На квартиру забирать его не буду. У меня в квартире есть старенький верный блендер, у которого чаша гораздо меньше. Но он работает, и слава богу. То есть теперь у меня их два, поэтому как бы нет смысла в город везти. А вот это вот надо забрать. Это от того как раз блендера. Что оно тут, я не знаю. Все. Сейчас я найду место для этого всего. Ой. А это в шкафчик. И все. Так, вы не уходите. Сейчас мы будем, ребята, подметать двор. Подметать двор. Не хочется, но надо. Но надо. Ой, пособирала, ребята, когда кусты помидорные убирала, пособирала мелкие помидорки. Я их выбрасываю. Они простояли у меня один день. Мошки, мушки летают. Нафиг я их собирала. Я их выкидываю. Есть у меня как раз мусор. Я собрала. Я сейчас сюда их выгружу. Только зря их отбирала. Они никакие. Они уже все равно такие мягкие. Все. Нема помидор. Хорош. Этот мусор я потом вынесу. Кастрюля мне не пригодилась старая. Убираю в гаражик. Так, смотрите. Мести я буду все вот в это строительное ведро. Мне так удобно. А потом в какой-то пакет это все выгружу. И переложу. Вот. Та-на-та-та. Ну и утром проснусь. Сюда выйду. И тут будет опять. Опять 25. Листва. Это называется осень, ребята. Так, сейчас подождите. Я сейчас уберу этот. Тут у меня триммер. Тут у меня веничек. Все лишнее. Убираю сейчас. Боже, так быстро день. Еще темнеет же. С каждым днем все раньше и раньше темнеет. Тихо, 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 тихо. Падает. Быстро день проходит. Раз и нет. Раз и нет. Так, все. Ну начнем, наверное, отсюда. С этого угла. Не, вот оттуда я начну. Сейчас я тут уберу бочку. Сюда. Все-таки. Так, что это за виноград мне над головой мешает? Висит. Я ее выцепляю. Убрать. Вот так. Так, альмики на миске перемыть. Все. Это убрать. И этот пока уберу. Все. Будем подметать. Блин, мне бы переобуться. Я носочки одела красивые. Мне бы какие-то чуни переобуть, да? Ой, а я их не помыла. Да, они грязные, не хочу. Ладно, одену тогда теплые. Что поделаешь? Сейчас, ребят. Чтоб мне на носочке не так летело. Мне так некомфортно. Так, и вот еще виноград. Смотрите, висит. Уходи. Вообще, я люблю здесь подметать. Вообще, этот двор, это целая проблема, ребята. Потому что мусора с него просто нескончаемое количество. Так. Где вас так поставить? Знаете, чтобы где-то что-то упереть, чтобы ветром вас не обракинуло. Ну, пока будет как-то так. Вот. Я вообще люблю двор подметать, когда после дождя прошли там сутки, например, когда влаги здесь много, и оно не так пылище поднимается. А сегодня... Можно, конечно, веник смачивать, но это каждый раз смачивать. Он быстро пересыхает. Ну, не то. Сейчас мы подметем. Ой, слушайте, хотела я вам ответить, ребята, насчет часов. Много комментариев. Я вижу их все. За часы, что... Вот они не идут. Я вам уже отвечала, что они не идут. Они сломаны. Они просто вистят. Пусть будет так, что вот они прикрывают дырку на стене. И люди начинают писать за то, что это там плохая, там чего-то примета и так далее. Я еще раз повторяю, что я ни в какие приметы не верю. Те приметы, в которые я верю, их вот, ну, их там вот на пальцах одной руки. И то, приметы, это навязанные кем-то. Понимаете? Все-таки, насколько бы я не упиралась, некоторые и меня коснулись, зараза. И теперь у меня, как бы, есть такая задняя мысль. А мне написали, что это там плохая примета. Короче, суть в том, что я не верю в приметы, это раз. Второе. Возьмите, пожалуйста, прислушайтесь, возьмите себе за правило. Не рассказывать ваши. Это только ваши приметы. Это только в вашей голове. То есть здесь есть такая, как правильно сказать, то есть вы своим вот этим комментарием можете кому-то что-то внушить. Оно надо человеку. Он себе спокойно жил, об этом даже не думал. А прочитав раз комментарий, прочитав второй раз комментарий, третий, он уже сам не понимает, откуда у него эта мысль, она у него уже засела в голове. И что-то там в жизни произошло, неудача какая-то. А мне ж писали, что часы там не идут. Ну, к примеру, я, да? Ну, не надо. То есть из-за, получается, из-за вас, из-за ваших комментариев. Сейчас, подожди. Так, все, я тут. Муж звонил, он за селедкой пошел, спрашивает, сколько селедок. Сказал, что одну большую. Ну, в общем, и вот этими комментариями вы и сейчас меня, получается, вынуждаете поднимать эту тему. Вот я уже говорю за часы, еще кто-то прочитал, и все, это, блин, остается. То есть давайте эту тему закончим. Я уже сколько раз периодически прошу. Нет, все равно, все равно люди пишут. То есть это то же самое, что, допустим, навязывать кому-то веру. Кто-то там буддист, кто-то там еще кто-то. Кто-то в Бога верит, кто-то в еще чего-то там. Их сейчас много, да, существует. Вот это то же самое, что веру навязывать, да. Вот это вот, ну, что-то сходство в этом есть, понимаете. Вы навязываете, говоря вот этим, что Юля, ты пошла с пустым ведром, там, и так далее. Когда повторяешь, ну, не надо так делать. Я не знаю, я думаю, что я доступно объясняю, но я объясняю каждый раз, и все равно пишут, и пишут, и пишут. Это нехорошо. Это, знаете, как получается, в чем-то есть, как будто грех на душу берете. Во. Вот. Не надо так. Это неправильно. А у меня часы, которые не идут, висят на стене, они мне приносят удачу. Понимаете? Я когда лишний раз на них смотрю, я знаю, что у меня будет удачный день. И именно так и происходит. Вот и все. Поэтому, читая ваши комментарии, допустим, насчет часов, я только улыбаюсь. Блин, у меня совершенно наоборот. А кто-то возьмет и свяжет свою неудачу вот с этим, что вы написали. Ну, короче, все, давайте закрываем эту тему. Я думаю, что я уже максимально разжевала, доступно объяснила. Поэтому у себя, у меня на канале, по крайней мере, я очень прошу, мне писать вот эти суеверия, никому ничего не навязывать. Ой, а что это за... Ребята, веник развязывается. Ё-моё. Смотрите. Ого, надо как-то зажать. Ой, в другую сторону. А что они обе в одну сторону крутятся? Блин, а как я их свяжу-то? Одна сюда. А, вот так вот. прикиньте. Альма, ты мне решила помочь? Что это мама делает? Веник. Веник. Развязывается. Так, я сейчас сначала вот эту вот в одну кучку, знаете, чтобы ветром не разлетелось. Вот. А я ж хотела приготовить селедку под шубой. Я уже почти все сварила, кроме яиц. У меня, оказывается, в доме три яйца. Короче, нема яиц. И я думала, до обеда муж селедку купит. Не, он только вот вечером пошел в город. Уже поздно будет, уже к ужину не успею. Я положу все это в холодильник и завтра с утреца займусь приготовлением селедки под шубой. Ну, так и будет. Все. Так, надо собирать потихонечку. Ого, ветер подует и все это будет у меня улетать. Ну, смотрите, все же чище становится. О, сейчас осень начнется, как начнут. Деревьев-то много, ребят. Очень много у меня на участке деревьев. Тут листвы. Капец. Много-много. Собирать, мести, грести еще долго и нудно. Работа в частном доме есть всегда. Вне зависимости от времени года. Даже зимой, казалось бы, вроде зима, да, все равно есть свои какие-то занятия. Снег разгребать, еще что-то, печку топить, если ты живешь, постоянно топишь печь. Так, тут можно бесконечно мести, он все равно наметается и наметается. Так, давайте будем куда переключаться, переходить. Я кусочками, так кусочками, кусочками подметаю. Давайте вот здесь вот метанем. Планки я потом унесу. Вот я себе так визуально линию черчу, вот, начиная от беседки и поехали, а потом уже там. То есть себе в уме делю на сектора и подметаю. Стараюсь так не сильно махать, чтобы не сильно летела пылюка. Ой, ребята, еще знаете, что я хотела вам рассказать? Приехала в горе, а я не помню, рассказывала вам или нет? У нас же уже несколько лет, ой, это не несколько, уже, наверное, года 4 у нас теперь, ну, не ЖЭК, как раньше было, а у нас ОСББ. Вот. И у нас настолько огромные за эти годы изменения в нашем доме, в нашем дворе, я даже всего уже и не перечислю. Ребята, и крыши нам, и крыши нам сделали, и лавочки сделали, и урны сделали, этим летом асфальт, приезжала прям машина, нам ложили асфальт, я думала, будет полностью, не, кусками так сделали, но все равно классно. Ну, понятное дело, весной все побелено, все чистенько, потом, у нас во всех подъездах, а у нас их, на секундочку, 5, 6, 7 подъездов, у нас 7 подъездный дом, вот, и у нас на каждом этаже, в каждом подъезде пластиковые окна, представляете, потом видеонаблюдение у нас в первую очередь сделали, покрасили там, ну, короче, много всего, лифты отремонтировали, вот, а этим летом у нас начали делать ремонты на первых этажах, в каждом подъезде, представляете, ой, там и стены выравнивали, и шпаклевали, и стены, теперь у нас рисунок такой выбитый типа 3D с помощью шпаклевки, по-моему, он называется, как-то в народе называют карта мира, или я могу ошибаться, но что-то такое, выбитые такие 3D, сейчас, подождите, я вас поставлю, кривые, кривая земля, не могу вас поставить, 3D, короче, такие, уже и по краю, а, ящики у нас еще, почтовые поменяли на новые, ой, там много всего, я же говорю, я все и не перечислю, но, я думала, просто стены покрасит и все, приезжаем в город, заходим в подъезд, а там у нас плитку ложат, ребята, вот как только ступаешь в подъездную дверь, плитку на ступеньках, все, до лифта, полностью плитка, единственное, что я переживаю, чтобы зимой скользко не было, ну, может, что-то придумают на зиму какие-то, знаете, на ступеньке есть такие резиновые или что-то, ковровые дорожки, не знаю, вот, такой ремонт затеяли, и потолочек, и все там, ой, потом козырьки еще у нас сделали над каждым подъездом, так, шикарно, я знаю, что, к сожалению, не во всех дворах, мне кажется, здесь много зависит, что не во всех дворах так все гладко, есть примеры, есть знакомые, которые, например, недовольны, у них ничего не делается или делается, но слабо, вот, может быть, это зависит от самого главы ОСББ, которого выбирают, да, у нас просто шикарный, мне кажется, он у нас во дворе находится, постоянно что-то решает, что-то делает, и днем, и ночью, а, помню, как он, а, клумб был, у нас какие-то красивые цветы, клумбы, какие-то декорации, какие-то, да, вы шо, все это поливается, шикарно просто, что-то хотела сказать, а, в каком-то году, ребята, он, а, заборчики еще маленькие такие вокруг клумб, пластиковые, в каком-то году он закупил сосны, маленькие, маленькие такие, вот сосенки, саженцы, засадил во всему двору, сбоку, дома, все, но я их что-то не вижу, я видела, он их что-то какими-то пакетами вот так вот обгораживал, пытался их сохранить, жаловался, что собачки писают, и они погибают, видно, огораживал от кошек, от собак, короче, не принялись они, а сосен много было маленьких посажено, к сожалению, это не он виноват, это что-то такое дело, не принялись, по-моему, ни одна, я не вижу ни одной, надо будет внимательно глянуть, но я что-то не наблюдаю, жалко, что они принялись, ну ничего страшного, ой, эти гибискусы цветут, гибискусы посадили, зато вместо солнца, цвета вообще шикарно, мы так довольны, хотя и у нас во дворе находятся недовольные, ну это ж знаете как, ворчуны есть везде, а я довольна, так сюда пока, это для кошения, одежда такая грязная, страшная, я довольна, я не знаю, как тут можно быть недовольной, столько всего сделано, то, что за много лет мы не видели, и вообще, ну, даже не подразумевали, что так может быть, тут столько сделано, а, и сделано самое главное, ребят, у нас проблемный дом всегда был, в плане того, что у нас было ужасное отопление зимой, платили как все, всегда, вот, а получали, фиг да нифига, то есть, трубы были, батареи вернее, были еле-еле теплые, и мы всю зиму всегда в теплых штанах, в свитерочках каких-то, с длинным рукавом, вот так вот мы жили, и первым делом, когда у нас стало, СББ, выбрали главу, все дела, он сделал колоссальную работу, проделал, понятно, я закупил материалы, нанял рабочих, вот, у нас, короче, как-то горячая вода для системы отопления шла обратка, там, как-то от школы, в общем, такая подостывшая, ну, такими, моими словами, словами женщины, как я понимаю, то есть, она не той температуры, как должно быть, в общем, и он полностью в обход этого здания сделали свое отопление, так вот это бы вырвать, но оно колючее, чем-то я перчаткой сейчас зацеплю, и у нас и шо, и теперь мы уже четвертую зиму, или сколько, ну, примерно, мы, ребята, ходим зимой в шортах, никогда такого не было, представляете? короче, поэтому я не знаю, как можно обвинять, но я слышала, что у нас в зоре есть недовольные, такие слухи ходят, но я вообще не понимаю, думаю, да в смысле, как это? Им шо, было лучше, как раньше? Ну, есть такие ворчуны, они были и будут всегда, ворчуньи, вернее, ой, слушайте, я уже столько подмела, пока с вами лелякаю, у меня как-то так работа быстро делается, шо вам еще раз сказать? Я же говорю, сегодня обломалась, думала, сегодня закончу, у меня с помидорами там кусочек остался, ой, блин, я думала, сегодня закончу, а не, не пошла, не пошла, а не пойду, кто меня гонит? Завтра, завтра тоже хорошая погода, теплый день, тут камней, вот там, вот на той территории, там тоже срач, вот тут за столом, везде, я уже буду убирать поздней осенью, когда отсюда мы на зиму убираем этот стол, убираем майдадыр, и когда я это все уберу, я там уже грабельками пройдусь, обрежу розы, обрежу пионы, пока я туда не лезу, вот так вот чуть-чуть тут как бы заметаю, и все, да и там земля, там мести веником не надо, опа, маме звонила, переработали, видите, она чистила, перемыл морковку, переработали, заморозили, теперь будет у них морковка, можно и не покупать, ну и так на салаты, там если сварить целенькую, а так она вроде все поморозила, пошинковала, на мясорубке, по-моему она, ну чтобы быстрее, так, надо потихонечку собирать, по чуть-чуть, тут еще и камни, камнями, конечно, проблематично, еще бугристый совок не ставится, как надо, сейчас полное ведро на грыбу, а что, пишет, Юля, спасибо, твои видео, прям они мотивационные, снимай, прям все, не ставь, быстренку, прям все снимай, подробно я, пишет, насмотрюсь, насмотрюсь, у меня вдруг появляется желание, тоже пойти и что-то делать, беру там веник, беру швабру, и что-то делаю, ух, а у меня разряжается телефон, разрядился, к сожалению, у меня телефон, ребята, я уже домела, но тут совсем другое дело, намела, и тут немножко подмела, намела полное ведро, аж ногами притаптывала, да, тоже пришла посмотреть, и скажет, чисто, чисто, мама, чисто, чисто, вот, повыметала все листво, и там говорю, там не трогаю, под столами, то уже, то уже потом, кстати, обратите внимание, ребята, надо микрофон нацепить, обратите внимание, какая у меня выросла, зеленая, молоденькая, травка, не так давно, я здесь косила, и такое было, знаете, как после лета, выгоревшая, белая, здесь было все, сухари такие, белые, не знаю, во-первых, лилейник, я обрезала, он пошел в рост, зелень нарастил, вот, а здесь, вот, если присмотреться, посмотрите, какая травка выросла, прикольно, тут ее никто не, это не газонная травка, это просто, какой-то сорняк, вот, который кошки едят, наверное, они любят, травку жевать, вот, и она молоденькая, прям такая, ярко-зеленая, ох, ветрище дует, так, что там, соседи есть на огороде? Есть, да, работает, значит, не пойду я, ребят, не пойду, никуда я не пойду, ой, вот и день к концу подошел, сейчас пойду я уже, ну, без камеры, я там начала собирать мусор в гараже, вот, что где валяется, все, что вижу, все не нужно, складываю сумку, чтобы на мусорник вынести, то я уже без вас, ребят, пойду, там себе спокойненько, пособираю мусор, позанимаюсь, то, что мне хочется, без камеры поделать, да, друг мой, друг сердечный, скажи, мама, уже пора кушать, уже, они ждут же, кормешь, а что ты кланяешься, я уважаю тебя, да, твои поклоны, конечно, да, ты, собакин-улыбакин, твои поклоны, я ценю, да, собакин-улыбакин, стой, ты будешь обниматься, ой, боже мой, будешь обниматься, весь нос об меня повытирал, стой, обнимашки, обнимашки, собашки, хороший пес, да, где подружка твоя, вон, Альма, подружка, где, Альма, посмотри, орехи падают, вон, собирать надо, но некоторые прям чистыми такими падают, знаете, хорошие, а некоторые, ну, надо очищаться, я не люблю так, такие коричневые в этой кожуре, ну, все равно орешки зимой будем грызть, почему бы нет, мы прошлогодние не догрызли, надо, кстати, вынести их, наверное, ну, побить, посмотреть, порченные они или нет, я думаю, что порченные, с прошлого года мы не доели, осталось там, я не знаю, килограмм, наверное, 6 добрых осталось, вот, плохо мы этой зимой орехи кушали, а этой надо кушать, орехи полезная штука, просто надо, чтобы они были набиты заранее, в каком-то контейнере, то я бы кушала, а вот так вот, ой, хочу орешков, пойду себе 3-4 набью, то мне лень, раньше муж этим занимался, набивал, но в контейнере закрывалась крышка, и все лежало, и кушали все, поэтому этой зимой надо его просить, все он за этим занимается, я не люблю вот это их бить, шелушить, очищать, вот это вот все, надо будет его попросить, чтобы почаще делать, то мы будем кушать, это полезно, все, ребята, покупочки прибыли, так, здесь хлеб, черный, здесь хлеб, черный, белый у меня есть, это тортик, пироженка моя, но она помялась немножко, тортик, пироженка, так, пакетики сюда, селедка, для салата селедка под шубой, так, потом, что здесь у нас, желатин, ребята, буду делать желе, наварила компота, он такой прям насыщенный, классный, сладкий получился, Лена сказала, что хочет желе, поэтому желатин, но я не помню, сколько желатина добавлять, какие пропорции, буду смотреть в интернете, что это за как и валяется, буду смотреть в интернете, это у меня, кстати, мисочки стоят, все понакрывало, я думаю, тут ночью прохладно, это я наварила овощи на завтра, свекла, морковь, картошка, я думаю, что с ними ничего не будет, тут ночью прохладно, смысл в холодильник, это все пихать не надо, потом, чай Ахмат, 40 пакетиков, чай Ахмат, майонез, ну, потому что майонез нужен для салата, да и так у нас закончился, так, кофеечек мне взяли, три в одном, якобс, монарх, и здесь пакет порванный персики, персики, все, и этот пакет пуст, короче, муж забыл купить яйца, у меня нет на селедку под шубой яиц, ну, завтра утром съездит в магазинчик, купит, ничего страшного, так, по чеку, что, это из АТБ, чек на 359 гривен, пакет 4,20, чай за упаковку 80 гривен, 80 копеек, вот так вот, так, что это, персики на 46 гривен, майонез по 32,30 за пачку, желатин по 16,80 за пачку, напиток кавовый по 9,60, все, вроде все, ну, и хлеб это в другом магазине, кто-то ползает, а, это мошкара на свет летит, так, сейчас буду греть, кушать, у нас тут пюрешка вчерашняя, сейчас буду разогревать, есть подливочка, а, нет, это не подливочка, это морская капуста, подливочка в микроволновке, сейчас буду греть, огурчики квашеные, все, котлетки, сейчас разогреем, и вот, собственно, будет наш ужин, а селедку я завтра разделаю, я прям так ее в холодильник положу, ничего с ней не будет до утра, ужин, ужин, пюрешечка, капусту морскую, доедаем мы, ожечка домашняя, квашеные огурчики, помидорчик свежий, сало, без него никак, картошечка, и, собственно, разогрела котлеточки, тут есть зелень, еще остатки, перчик, хлебушек есть, все, приятного аппетита, кто кушает вместе с нами, и до завтра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok